Объект номер SCP-1882. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. SCP-1882 должен находиться в комнате, защищенной от электромагнитных сигналов. Попытки открыть кожух SCP-1882 следует предпринимать удаленно в местах, не прослеживаемых с помощью средств фонда. Каждый день исследователь должен определять личность SCP-1882 и делать запись в журнале. Возможные новые экземпляры SCP-1882 должны быть подвергнуты процедуре антинаблюдения L4 перед помещением под содержание. Описание. SCP-1882. Бакелитовый телевизор марки «Удалено». Шнур питания отсутствует. Единственный опознавательный знак номер 037 на нижней стороне. SCP-1882 был обнаружен в доме господина «Удалено», который признался в том, что купил его у компании «Маршал Картер и Дарк Лимитед». Четыре подобных телевизора были обнаружены во время рейдов в дома других клиентов «МКИД», но они были уничтожены прежде, чем удалось привести в действие надлежащие процедуры сдерживания. Попытки сделать видео или звукозапись передачи с SCP-1882 привели к поломке записывающего оборудования. Точно так же попытка открыть кожух SCP-1882 привела к вспышке микроволнового излучения. Вероятно, это часть защитной системы. Каждый день в 5 часов утра по Гринвичу SCP-1882 включается сам собой и начинает передавать программу. Формат программы не изменяется и следует образцу, описанному ниже. Ровно 5 часов. SCP-1882 включается. На экране появляется логотип «МКИД», сопровождаемый исполнением первых двух движений опуса 76 номер 3 Гайдена. 5 часов 3 минуты. Женский голос зачитывает последовательность цифр. Цифра изменяется с каждой программой и до сих пор ни одна из последовательностей не расшифрована. 5 часов 15 минут. На экране видна пустая комната, освещенная невидимым источником света. На полу без сознания лежит голый человек. Каждый день разный. Здесь и далее обозначимый как SCP-1882-A. Примерно 5 часов 30 минут. SCP-1882-A приходит в себя. В течение следующих 17 часов его реакция на окружение изменяется от случая к случаю, но похоже на реакцию человека, которого вырвали из привычной среды и заперли в пустой комнате. Камера смотрит в одну точку и никогда не двигается. 22 часа 10 минут. В этот момент многие SCP-1882-A делали вид, как будто услышали шум снаружи комнаты, хотя зритель ничего не слышит. 22 часа 20 минут. В поле зрения появляется от 3 до 5 особей SCP-1882-B, которые приступают к удалену. 22.45. SCP-1882-B уходят, оставляя труп SCP-1882-A на полу комнаты. 23 часа. SCP-1882 выключается. Примечательно, что хотя люди из числа обозначенных SCP-1882-A могут быть живы в момент трансляции передачи, доказательств того, что они пропадали неизвестным образом, нет. А в данном случае несколько жертв, которые находились под контролем фонда, спокойно занимались повседневными делами, в то время как их двойники SCP-1882-A на экране телевизора сидели в изоляции. Текущая теория состоит в том, что SCP-1882-A – клоны людей, создаваемые исключительно для участия в передаче. Список наиболее примечательных SCP-1882-A, составленный после того, как объект поступил в введение фонда. 20 декабря 2010 года. Удалено. Известная актриса и певица. 17 февраля 2011 года. Удалено. Бывший президент. Удалено. 6 апреля 2011 года. Взрослый бенгальский тигр. 11 июля 2011 года. Доктор. Удалено. Исследователь уровня 3 зоны 75. Несмотря на то, что он не знал о существовании SCP-1882, доктор. Удалено. Предположил, что был захвачен вражескими силами и привел в действие протокол ФЕП-3.3, что привело к... Удалено. SCP-1882 после этого демонстрировал эмблему МКИД до конца работы. 9 сентября 2011 года. D-992-21, находившаяся в зоне 65. D-992-21 была доставлена к SCP-1882, но была не способна предоставить какую-либо информацию относительно ее появления в качестве SCP-1882-A. Протоколы запроса и психологические экспертизы D-992-21 прилагаются. Особи SCP-1882-B, некоторые из них внешне похожи на людей, а три особи были идентифицированы как предыдущие жертвы из числа SCP-1882-2. Субтитры создавал DimaTorzok